Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Александр Уманчук, ваш дорогой друг, и я очень-очень давно планировал снять реакцию на Марка Мартелла, это, можно сказать, двойник почти Фредди Меркьюри, совсем недавно я, кстати, выпустил ролик про певцов, известных вокалистов с очень похожими голосами, ссылка будет в подсказке, почему-то вы этот ролик проигнорировали, очень плохо посмотрели, ата-та вам всем, но к чему это я? К тому, что в этом ролике я вспоминал о Марке Мартелле, Марк Мартелл это действительно очень выдающийся вокалист, у которого голос очень сильно похож на голос нашего любимого Фредди Меркьюри, и я решил, а давайте-ка мы послушаем и попробуем проанализировать, а есть ли какие-то нюансы и аспекты, которые у них не совпадают? И, естественно, я решил выбрать для нашего разбора Bohemian Rhapsody в исполнении Марка Мартелла, послушаем, это культовая песня Queen, он самостоятельно исполняет её в сопровождении рояля, играет себе сам, и это круто, вообще красава, респект И послушаем ещё очень интересный у него есть кавер, называется Mercury, где он в образе луча на повороте и в образе Фредди Меркьюри поёт Нессон Дорма Я думаю, что тем подписчикам, которые увлекаются оперой, будет очень интересно это оценить Ну что, не будем долго откладывать, оттягивать Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, рассказывайте о канале друзьям, подписывайтесь на соцсети и бла-бла-бла, колокольчики, все дела Начинаем, Марк Мартелл, Bohemian Rhapsody Окей, говорит, Bohemian Rhapsody, первый дубль, но, говорит, на самом деле, нет, не первый Интересно, очень интересно, там хорал идёт в начале этой песни, здесь он поёт как бы такую сольную партию Он собрал её из нескольких партий и звучит тембрально очень похоже на Фредди, но у Марка более, я бы сказал, более нежный, более воздушный, более миксовый звук То есть он не такой плотный, не такой кричащий, как у Фредди Меркьюри, ему эти ноты как будто бы даются чуть попроще, то, что я слышу Я, на самом деле, переслушал огромное количество записей живых выступлений Фредди Меркьюри и группы Queen, поэтому, ребята, моему мнению можно доверять Остановлю перед самым интересным, как всегда На самом деле, у Фредди тоже был очень приятный такой воздушный и нежный фальцет, нежный головной звук, будем так его называть И у Марка как будто бы более плавный переход, как будто бы ему легче утончать складки, а у Фредди, наоборот, был более резкий переход Но обусловлено ли это тем, что у Фредди, мол, был баритон, а вот у Марка-то тенор, на самом деле это такие очень тонкие нюансы В целом, у них голоса звучат и по частотному диапазону, и по тембру, и по плотности примерно одинаково Может быть, у Марка он звучит чуть светлее, у Фредди чуть-чуть более грудным Но не надо забывать, что Марк прям профессиональный супер-пупер вокалист Он прям кучу лет потратил на это, в то время как Фредди Меркьюри был всю жизнь таким балагуром и пел так, как ему хотелось, пел так, как умел Это, конечно, тоже нельзя, друзья, игнорировать Ну что, поехали, мама У-у-у-у Исполнение шикарнейшее Даже движение мимики примерно одинаковое И вот эта вибрато, вот эта вибрато подрагивающая на концах Я не знаю, Марк это делает намеренно, то есть он пародирует Фредди, либо он это делает неосознанно То есть у него как-то срабатывает такая природная пародийность Либо он просто так поет, а такое тоже может быть Есть же огромное количество людей, которые пародируют Майкла Джексона, Стиви Уандера, кого угодно Вот и у Фредди есть много пародистов Вот это, друзья, блин, извините Буду останавливать, потому что я не могу Это кайф, почему? Потому что это настолько безупречное пение Вот то, что мы сейчас слышим И это он вживую поет, то есть здесь и сейчас Ни одного микрозавышения и микрозанижения Это, конечно, филигранно Понятно, что он, наверное, записывался там с нескольких дублей И вот этот дубль был самым таким эффектным Хотя, кто знает Все, затыкаюсь, слушаю Я просто, вот у меня, как говорится, мои полномочия просто все Это он демонстрирует нам за вот такой промежуток времени Кучу разных приемов и техник То есть тут и переход на фальцет хороший, плавный И расщепление, причем очень осознанное У Фредди было более стихийное расщепление И тванг такой легкий И нозализация И много-много-много чего Субтоны, какие-то вибрато гортанные Так что, ребят, это просто взрыв мозга Как так можно петь этот супер-филигранно? Извините, я буду сейчас восторгаться Почему? Потому что сам так никогда не спою Пока Субтитры сделал DimaTorzok А здесь такое хрящевое расщепление немножко пошло То есть более плотное, более продувное При этом так легко переходить с расщепа на чистый звук С чистого звука, с драйвового звука на фальцетный звук Я говорю, это как цирковое представление Можно смотреть и восхищаться Вот мы видим, там есть плашка на компе Что это все здесь сейчас записывается Что ты делаешь, Марк, с нами? Еще играет Прекрасно Хотелось бы докопаться к чему-то, но Скоромуш, старомуш Will you do the fandango, thunderbolts and lightning Very, very frightening me Galileo, Galileo Galileo, figaro, bonifico I'm just a poor boy, nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Sparing his love from this monstrosity Easy come, easy go Will you let me go, bismillah No, we will not let you go Let me go, bismillah We will not let you go Let me go, bismillah We will not let you go We will not let you go Let me go No, 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 no Mamma mia, mamma mia, mamma mia Let me go Be, I'll slip up How the devil put aside Не пошел на эту верхнюю ноту На самом деле в оригинале эту ноту пел Роджер Тейлор А Фредди Меркьюри туда как раз не доставал Тут тоже Марк, конечно, вот эти предельные там си бемоль, по-моему Сейчас проверим Да, си бемоль Это, конечно, вообще просто отвал башки Причем Роджер ее так поет легко Так как-то контр-тенорова И, естественно, ну, наверное, Фредди Меркьюри он мог ее достать Но не с такой легкостью Естественно, вся эта партия, которую вот только что мы слышали Должна звучать в таком, в многоголосии С кучей и с кучей разных пачек голосов Естественно, одному вывозить это непросто Но Марк легко и просто с этим справляется И это не звучит как-то неорганично И как будто бы всего хватает Такое акустическое исполнение песни Класс Еще бы на верхнюю вот эту си бемоль вышла Было бы просто вообще шок-контент Надо, чтобы Димаш спел, короче Богемин Рэпсиди И спел все эти верха So you think you can stop me and spit in my eye So you think you can love me and leave me to die Oh, baby Can't do this to me, baby Just gotta get out Конечно, расщепление немножко отличается у Фредди и у Марка У Марка более хорошовое такое, что ли, расщепление У Фредди все-таки там прям ложные складки дребезжали, как отчинаж Причем он делал это действительно здоровьем То есть он напрягал просто себе всю глотку, всю шею И за счет своего строения у него дребезжали ложные складки, заводились Вообще говорят, что у него было специфичное строение голосового аппарата Что позволяло ему создавать вот это вот учащенное вибрато И еще подключать ложные складки в вокал Марк, конечно, более классичным, скажем так, расщепом пользуется Но это очень близко по звучанию Вот если закрыть глаза Как будто Фредди поет На зубы классно вводят звук Вот это вибрато, он приближает звук, выводит на зубы И создается такое учащенное вибрато Гениальная песня Друзья, такие песни это как произведение искусства Можно наслаждаться таким исполнением вот как есть Это как в музей сходить Это просто невероятно Круто, круто Это очень крутое пение Это суперкрутой вокал Огромное количество оснащенности технической И, конечно, есть в этом какая-то ирония судьбы Потому что, несмотря на то, что Марк является исключительным вокалистом Он всю жизнь будет как будто бы в тени великого Фредди Меркьюри Не знаю, как к этому относиться Не знаю, как к этому относится сам Марк Но, честно говоря, он и сам, как самодостаточный артист, хорош В отрыве даже от Фредди Меркьюри Жалко, что он очень мало пишет своих песен Очень мало есть авторского материала Ну, друзья, ну вот, как бы Бог что-то дает, что-то забирает, если он есть Но давайте, Меркурити, напоследок Несундорма любят все, особенно я Марк на самом деле схитрил Он опустил эту арию на полтона, по-моему В оригинале там сибикар наверху У него будет сибимоль И, конечно, он не академичный певец То есть он немножко так изображает академическое пение Но в целом он справляется с этим очень неплохо Для человека, который всю жизнь эстраду пел Ну, такой просто прирожденный певец Тембр, кстати, похож больше не на Луча на повороте А на Андреа Бачелли И, что я могу сказать Изображая, просто изображая оперное пение Марк поет лучше многих оперных певцов Реально Здесь очень интересная фишка сделана Конечно, что сами он еще больше похож на Фредди Какой жесткий драйв, жесткая компрессия Я бы очень хотел, чтобы Фредди спел Атуарио Очень жаль, что он не пел ее Но у него есть фрагмент песни It's a Hard Life По-моему, фрагмент из оперы Паяци Вести Ла Джуба Кусочек Никита вставит вам Кстати, у Фредди было очень неплохое дыхание вокальное Конечно, на академичном вокале раскрывается больше голос И мы слышим больше обертонов Больше насыщенности Больше красоты в тембре Но, друзья, каждому свое, видать И роли-роли Как будто учился на академ певца Кроет без проблем вообще ноты Да, вообще, по-моему, двухголосия или трехголосия было Меркурити Поворотти и Меркьюри Типа того Ну, друзья, я думаю, что многие мои зрители, конечно же, видели эти кавера И многие знают, кто такой Марк Мартел Но для тех, кто не знает Вот, пожалуйста, Марк Мартел Можно сказать, официальный двойник Фредди Меркьюри Человек, который поет настолько похоже на Фредди Что можно даже испугаться Я обожаю его слушать Для меня это всегда непередаваемое наслаждение Потому что это настолько техничное пение Это настолько выверенное А главное, он не только поет круто с точки зрения техники Он еще и эмоции включает Он включает природу, энергию И это, конечно, ему огромный поклон Марк просто красава Надеюсь, что все у него сложится И складывается И так у него все нормально, что я Вот всем желаю Кому всем наплевать, что я там желаю Элтону Джону что-то там желал Еще кому-то Всем, наверное, пофиг, что там Сашку Манчук Кому желает Но ничего, друзья Ничего Главное, что мы доброжелательные люди И у нас очень доброжелательный канал Я вам рекомендую пожелать мне Миллион подписчиков И кучу лайков и комментариев на этом видосе А вы, собственно, не болейте Чувствуете себя хорошо Чистите зубы И не забывайте смотреть канал Манченел На этом на сегодня все Увидимся, как всегда, на этом же месте Всем пока Пшшш! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok